Так, ну чего отдельно хотелось бы поддержать Аню, сказать, чтобы она не переживала. Особенно самое главное, чтобы она не чувствовала дополнительной ответственности. Потому что в этом цели вот этой гадины, которая сейчас начала атаку, сейчас самое главное просто уйти в самоизоляцию такую информационную и спокойно готовиться к Европе. Потому что самое страшное, это вот есть обычная ответственность перед стартом. То есть показать все лучшее. Вот насколько ты готов, показать максимум. А есть еще страх допустить ошибку. И это такая гадость, вот этот страх, потому что он может просто подкосить ноги на ровном месте. И вот сейчас вот эта гадина, она так и хочет. Хочет, чтобы Аня еще больше волновалась. Потому что представляете, какая ответственность, какое-то давление будет теперь на фигуристку, на чемпионате Европы. Что не просто откатать, а вот еще будет страх допустить ошибку, потому что, если что, шаг вправо, шаг влево, гадина сразу покажет пальцем и скажет, ага, смотрите, видите, давайте меняйте ее, меняйте ее на Лизу. Поэтому хочется пожелать Ане, чтобы она не переживала на этот счет, как-то, мы говорим, не ведают они, что творят. И просто делать свою работу, именно показать ту себя, какой Аня является. Это выдающаяся актриса на льду. У этой девочки абсолютный талант в музыкальности, артистизме. И вот этот свет, который она излучает, та душа, которая видна у нее, когда она улыбается. К сожалению, вот я вспоминаю ее улыбку в 20-м году на Европе, и вот сейчас на чемпионате России. Это просто очаровательное чистое лицо, удивительной красоты глазки, но в них прям чувствуется какая-то досада и боль. То есть видно насквозь ее душу, ее переживания. Это все видно даже через улыбку. Это настолько чистый и замечательный человечек. Она, по сути, есть олицетворение счастья и радости в этой жизни. Как я уже говорил, счастье, оно не где-то во внешнем мире. Оно может исходить только из человека. Только там, только внутри себя счастье можно найти. И когда вы найдете это счастье, эту радость, вы начнете ею светиться, вы начнете ее излучать уже во внешний мир, создавая счастье во внешнем мире. И вот хочется пожелать Анечке, чтобы это счастье, которое она и представляет, чтобы она его и создала во внешнем мире. Чтобы она дальше продолжала светить, освещать этот темный путь, не обращать внимания на весь этот негатив и всегда оставаться таким же хорошим и добрым человеком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok